Казахстанцы переходят с красного мяса на белое. И это вовсе не прихоть, а скорее необходимость. Ведь красное мясо гораздо дороже куриного. Экономисты говорят, в стране не хватает собственного производства. Правда, в Министерстве сельского хозяйства заверили, что Казахстан практически полностью обеспечивает себя мясом. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Казахстанцы стали есть меньше красного мяса. Все больше людей отдают предпочтение курятине, хотя и она выросла в цене. За год мясо в стране подорожало в среднем на 12%. Ценники выросли на свинину, говядину, конину и баранину. Но больше всего удорожание коснулось мяса птицы. Так курица и индейка стали дороже на 15%. В прошлом году в среднем на душу населения пришлось почти 44 килограмма мяса и птицы. Куриного мяса казахстанцы съели на 8% больше, чем годом ранее. Тем не менее, куриное мясо все еще на порядок дешевле красного. Возможно, поэтому казахстанцы, которые считаются главными любителями мяса в Центральной Азии, стали его меньше есть. Красное мясо дороже, да. Цены растут. Ну а порой вот интересно вот так вот это спасибо, что социальное есть. А куда деваться? Мясо не есть. Скажите? А мало нет. Ну, конечно, дешевле было бы, было бы лучше. Экономисты говорят, это верный признак того, что люди стали хуже жить. Зарплаты растут медленно и не успевают за уровнем инфляции. Единственный способ ее снизить, говорят специалисты, развивать собственное производство. Необходимо также развивать все сферы экономики, особенно аграрная отрасль, пищевая отрасль. У нас вся проблема в том, что низкая эффективность сельскохозяйства, агропромышленных комплексов, низкая производительность по сравнению с соседними странами. Той же с Россией в два раза ниже, с Беларуси в пять раз ниже. В Министерстве сельского хозяйства говорят, Казахстан обеспечивает себя мясом сам. Так, производство говядины и конины покрывает 98% потребностей жителей страны, баранины на 107%, свинина на 91%. По итогам 2022 года было произведено 924 тысячи тонн. Единственное, мы импортозависимы от мяса курицы на 68%. Но нами предпринимаются меры для уменьшения импортозависимости. В 2022 году были введены в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов. На конечной цене мяса сказываются также дорогие корма, часть которых, правда, предпринимателям субсидируют. В таком случае остается непонятным, почему в стране, которая практически полностью обеспечивает себя мясом, не все могут себе его позволить. Продолжение следует...